Добро пожаловать в Tennis Europe Junior School. Питание и гидротация. Привет, я Эмма Стюарт, специалист по спортивной медицине в WTA. Наша работа – давать рекомендации теннисистам о том, как заботиться о своем теле. А начинается все с правильного питания и гидротации. В этом видео мы поговорим о питании, что вы едите, и гидротации, что вы пьете. Для игрока в теннис тело – это двигатель. Как и любому двигателю, для максимально эффективной работы ему необходимо правильное топливо. Питание и гидротация также очень важны для вашей иммунной системы. Они помогают избежать болезней и истощения во время частых поездок и соревнований. Когда я играл по юниорам лет в 14-15, я не задумывался о своем питании. А став профессиональным спортсменом, я понял, как это важно. Об этом надо задумываться. Это точно улучшит вашу игру, улучшит состояние тела, потому что еда – топливо для организма. Итак, начнем с питания. Прежде чем обсудить, что есть и когда, посмотрим, как работает ваше тело. Немного науки. Организм расщепляет большую часть углеводов из поступающей пищи и преобразует их в вид сахара, называемый глюкозой. Глюкоза – основной источник топлива для наших клеток. Когда организм не использует глюкозу для выработки энергии, он запасает ее на будущее. Организм запасает глюкозу в форме гликогена. Когда телу нужен быстрый выброс энергии, или если еда не поступала в организм некоторое время, гликоген расщепляется, и глюкоза поступает в кровь, чтобы использоваться в качестве топлива для клеток. Лучший способ помочь организму запасти гликоген – потребление углеводов. Углеводы помогают организму запасать гликоген, формируя резерв энергии, необходимый для упражнений, тренировок и матчей. Правильное топливо для организма помогает вам чувствовать себя лучше – физически и психологически. Если у вас недостаточно энергии для игры, появляется чувство усталости, бывает сложно сконцентрироваться. Чтобы выкладываться на 100%, вам нужно запасаться топливом до, во время и после матча. Что лучше есть перед матчем? Чтобы запас энергии не иссяк, старайтесь есть богатую углеводами пищу за 2-3 часа до тренировки или матча, чтобы пополнить запасы энергии и дать организму время переварить пищу. Мне нравится замачивать на ночь овсяные хлопья для завтрака перед матчем. Это очень вкусно. Я обычно беру 6 столовых ложек геркулеса, добавляю йогурт, мед и ягоды. Это легко, и после такого завтрака не будет тошнить. Думаю, лучший совет насчет питания и всего этого, которое я могу дать, почувствуйте, что вам больше всего нравится делать перед матчем, после матча, что лучше всего подходит вашему организму. Честно говоря, все люди разные, и всем нужно разное питание. Лично для меня лучше всего за 2 часа до матча поесть немного пасты. Важно также сохранять уровень энергии во время матча, и это значит получать углеводы. Спортивные напитки, гели и батончики разработаны, чтобы помочь вам в этом. Внимательно читайте состав. В идеале спортивные напитки и энергетические гели должны содержать от 30 до 60 граммов углеводов на литр. На корт в качестве перекуса я беру банан, и почти сразу начинаю откусывать понемногу во время каждого перерыва. Что лучше есть после матча? Питание после матча или тренировки делится на два этапа. Первый этап в течение получаса после окончания. В это время нужен сбалансированный перекус и жидкость. Организму необходимо как минимум 30 граммов углеводов, от 15 до 25 граммов белка, но минимум жира. Вот примеры хороших перекусов. Сэндвич с мясом, сыром пониженной жирности или яйцом. Напиток, например, 375 миллилитров маложирного шоколадного молока или восстановительный белковый коктейль. Восстанавливающий напиток нужен после каждого матча. Он возвращает энергию, потерянную во время матча. Это очень важно. И я уже не молода, мне точно это нужно. Но и другим спортсменам это точно не повредит. Не только восстанавливающие напитки, но и вообще напитки во время матча, еда, которую вы едите перед матчем. Перед матчем нужен легкий перекус. Все это очень важно. Я всегда использую восстановительные протеины, в том числе перед сном, а также восстанавливающие напитки. Все готовит моя команда. Я просто ем и пью. После матча я пью восстановительный коктейль или напиток. Второй этап наступает в течение двух часов после окончания матча или тренировки. Рекомендуется прием пищи с высоким содержанием белков и углеводов. Во время еды очень важно пить. Правильное питание поможет ускорить восстановление и избавиться от мышечного дискомфорта, поэтому питайтесь правильно и в нужное время. Теперь, поговорив о том, что вы едите, обсудим то, что вы пьете. Это называется гидротация. Правильный питьевой режим важен для всех, но особенно для спортсменов, потому что ваше тело теряет жидкость, когда вы потеете. Если не восстанавливать жидкость, начнется обезвоживание. Это отразится на вашем теле, вы почувствуете вялость и утомление. Это отразится на способности вашего тела регулировать температуру, а значит вы можете перегреться. При обезвоживании бывает сложно сконцентрироваться и ясно мыслить, что может помешать вам выиграть матч. Ребята, вы знали, что ваше тело на две трети состоит из воды, так что старайтесь пить достаточно жидкости. Перед матчем и после него нужно много пить. Есть простой способ проверить, не обезвожены ли вы. Может показаться странным, но хороший способ проверить уровень гидротации – посмотреть на мочу. Если моча темная, скорее всего, вы обезвожены. Эта диаграмма показывает, какого цвета должна быть моча. Но для гидротации недостаточно просто пить воду. Важно также восстанавливать электролиты, то есть минералы, которые вы теряете с потоотделением. Самый важный из них – натрий, или другими словами – соль. Поэтому вам нужны хорошие спортивные напитки и вода, чтобы дать организму все, в чем он нуждается. Обязательно подготовьте напиток с электролитами для мачо. Я выпиваю примерно 5 литров жидкости, в том числе с электролитами, за время мачо. Долгого мачо. И я стараюсь пить много воды в течение дня. Вообще-то, иногда вечером, накануне мачо, я ем богатую электролитами пищу, чтобы в организме было достаточно соли. Помните, важно не только то, что вы едите и пьете на турнире. Вы должны есть и пить, как спортсмен, каждый день. Сбалансированная диета с большим количеством белков и овощей, а также углеводов поможет вам, когда вы выйдете на корт. Когда я ел некачественную пищу, у меня не хватало энергии на мачи и тренировки. Потом я начал есть полезную, здоровую пищу. У меня появилось распланированное по времени меню, и стало больше сил для мачи и тренировок. Они начали приносить больше радости. Вы должны думать о том, что вы пьете и едите, чтобы показать лучшее, на что вы способны. Удачи! Не рассчитывайте только на молодость. Даже в молодости важно хорошо питаться, заботиться о своем теле. Ведь ваш организм – это ваш бизнес. Продолжение следует...